Инициативы Беларуси обсуждают и на заседании Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Милане. И главный из них переосмысление духа и сути хельсинского процесса, адаптированного к новым реалиям. Об этом заявил в своем выступлении на встрече министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей. Критически важными ингредиентами для снятия существующих напряженностей остаются конструктивная политическая воля и соблюдение международного права. Именно об этом президент Беларуси говорил на прошедшей в октябре в Минске встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, упоминая нашу идею о запуске нового хельсинского процесса. Мы не предлагаем пересмотр действующей архитектуры европейской безопасности. Все, чего удалось достичь, должно быть сохранено и при необходимости адаптировано в свете возникновения новых вызовов, существующей тенденции к эскалации напряженности, новой гонке вооружений. Владимир Макей подчеркнул, что, к сожалению, пока не удается разрешить конфликты в регионе ОБСЕ, а сама организация остается заложником геополитики. Продолжается опасное наращивание военных потенциалов и военного присутствия у грани с друг другом. Он при этом внутренние политические и даже личные амбиции преобладает над интересами общей безопасности. Поэтому ОБСЕ должна удвоить свои усилия по противодействию вызовам, которые угрожают безопасности Европы. Урегулирование украинского конфликта – ключевой вопрос безопасности в Европе. Некоторые даже говорят, что Донбасс – это вопрос политического порядка в Европе. К сожалению, последние события вызывают серьезную озабоченность. С инцидентом в Керченском проливе мы приблизились к чрезвычайно опасной черте – полномасштабному конфликту. Это красная линия. За ним – точка невозврата. Мы знаем слишком хорошо из истории, что в прошлом подобные инциденты приводили к мировым воинам. Беларусь продолжит прилагать максимум усилий по содействию разрешению этого кризиса, включая обеспечение площадки для работы трехсторонней контактной группы в Минске, готовы конструктивно подключаться ко всем серьезным сценариям урегулирования этого конфликта. Главными темами миланского заседания СМИ ТОБСЕ стали вопросы урегулирования ситуации на востоке Украины, а также в других кризисных точках региона. Обсуждается также инцидент в Керченском проливе, на Горный Карабах, миграционный кризис и координация усилий по противодействию терроризму. Министерское совещание продолжится завтра. Ожидается, что Владимир Макей проведет на полях форума ряд двусторонних переговоров.